Всем привет! С вами снова Юрий Худов и сегодня мы рассмотрим такую фишечку, как сохранение тени при скрытом объекте. Shadow Catch. Что я имею ввиду? Есть такая ситуация, когда у нас есть объекты, у нас есть plane, на котором эти объекты находятся, и у нас есть падающие тени. Но, допустим, в фотошопе я не хочу, чтобы у меня этот plane отображался, я хочу сделать там другой цвет, но хочу, чтобы тени на объектах у меня сохранились. Как это сделать? Мы идем во вкладку, в настройках объекта, и здесь есть вкладочка Visibility. Открываем вкладочку Visibility и жмем на маске галочку Shadow Catcher. Все, у нас plane не отображается, но отображаются тени на объектах. И если мы сейчас зайдем в настройки рендера, отключим весь наш серый цвет, то есть сделаем наш environment прозрачным, и порендерим это, нажмем F12, и увидим, что наш рендер совершенно без окружения, но с тенями. И когда мы сохраним нашу картинку, откроем ее в фотошопе, мы увидим, что мы можем подставить сюда любой цвет, который нас интересует, и все тени будут хорошо отрабатывать. Это очень удобно, когда мы придумываем концепты промдизайна, пропсов и всего остального. То есть у нас есть тени, дальше мы делаем обрисовку. Я надеюсь, что видео было для вас полезным. Всем спасибо, всем пока!